Впервые из уст патриарха Кирилла тема войны в Украине прозвучала 27 февраля на четвертый день полномасштабного вторжения России. Своё выступление он посвятил опасению, якобы злые силы, которые всегда боролись с единством Руси и Русской Церкви, могут одержать победу. Всё это люди и народы Святой Руси. Всё это наши братья и сёстры. И как в средние века, желая ослабить Русь, силы разные сталкивали братьев друг с другом и погружали в междоусобную брань. Так вот и сегодня нужно сделать всё, что мы только можем сделать, чтобы прекратилось кровопролитие и чтобы, конечно, не было опасности междоусобной брани. Затем в середине марта предстоятель РПЦ передал главе Носгвардии Виктору Золотову августовскую икону Божией Матери для вдохновения молодых воинов Росгвардии, которые принимают присягу, вступая на путь защиты Отечества. Я хотел бы, чтобы этот образ именно был в рядах Росгвардии Российской Федерации. А уже 3 апреля, в прощённое воскресенье, Кирилл во время богослужения в Московском храме Христа Спасителя прямо благословил и боевые действия в Украине, и российское оружие, и армию. А также заявил прихожанам, что всё это несёт добро и справедливость. О наших воинах, с которыми связывается надежда на безопасность, на свободу, на подлинную независимость нашей страны. Потому что большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. Риторика и действия патриарха осуждают всё больше иерархов по всему миру, в том числе в Польше, Эстонии и Литве. В 20 из 52 украинских православных церквей Московского патриархата перестали упоминать Кирилла в молитвах. Предстоятель РПЦ заявил, всё это из-за давления на священников, а не их воли. Сегодня не поминаем патриарха, потому что страшно, а завтра ведь кто-то может потребовать большего. В то же время Центр исследований православного христианства Университета Фордам США совместно с Воложской академией богословских исследований Греция опубликовали декларацию богословов по поводу учения о русском мире. Из анализа следует, что демагогия Кирилла – этнофилитическая ересь. Восемь лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти, некий пропуск в тот счастливый мир, мир избыточного потребления, мир видимой свободы. А знаете, что это за тест? Тест очень плохой, простой и одновременно ужасный. Это гей-парад. На фоне всего этого духовенства УПЦ и Московского патриархата продолжают собирать подписи, чтобы привлечь Кирилла к Международному церковному трибуналу. А Папа Римский Франциск отменил встречу в Яросалиме с патриархом, которая была назначена на июнь. По мнению экспертов, идеи Кремля подкрепленные духовенства. Навязать Украине за 60 дней войны на территории нашей страны так и не удалось. Юлия Грановская из Ивана Франковска. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.